вот так вот теперь посмотрите вот это вот раз два три 4 на 5 20 фальшивых одно время это было большую работу провел сейчас я объясню почему это все винограда вот вот такими вот квадратиками это фальшивые сайты их огромное количество он их вот вторая уже получается 40 60 и у нас совсем-то общей сложности получается если все собрать где-то 105 что ли это можно посчитать да это виноград его заслуга так теперь значит смотрите я вынужден вам это показать почему какая-то ликвидация безграмотности я себя сам еще недавно неделю назад или полторы я не знал гигантских масштабов я просто взял набрал груша колновидная понятно что груша это моя это сразу автоматом так вот питомник я в свое время разоблачал еще когда меня познакомил с ним этом там были мои фотографии те фотографии через зато появились другие они не знают как заходит допустим в интернет этот человек который отвечает за рекламу набирает груши колновидно и первые попавшиеся каждый раз попадает на мою или через раз я сейчас поймите почему я сейчас это все объясняю дело в том что у них вот такая болезнь да они в жизни не вырастили ни одного дерева смотрите сейчас объясню вот получается так вот этот штамп да это молодая груша я себе делал фотографию это лада это ветка свершится сверху это не колонна это просто верх ветка с этим так давайте почитаем я к тому что как можно больше людей должны знать элементарные вещи когда я говорю что деревья колновидные груши природе не существует и вроде существует я вам сейчас все это объясню и так основной ствол обрастает укороченным образованием основной ствол это штамп имеется ввиду осенью появляются плоды веток не имеет понял да обрезка не требуется данная культура скороплодно активно плодоносит в течение 15-18 лет представляете только урожай будет 15-18 лет пусть небольшие видите на фотографии что тут десяток плодов казалось бы урожайность потом снижается понимаете я вам говорю что вот это вот штамп да обычно на второй третий год он становится как лысая коленка вот неудобно мне эту коленку показывать это вам туда в экран как лысая коленка на второй третий год больше на этом штампе вы не найдете ни одного цветочка ни одно этого обман сто процентов а для этого надо подобрать фотографии смотрите как они подбирают подбирают отношения третий год до 38 ух ты ничего себе это ведро сран и вот я смотрите что сделал я набрал еще видите кто же догадается что это ветка ладно еще смотрите обратите внимание это опять моя делаю штамп это у всех разные оно само собой а фото одно и то же да да смотрите вот штамп вот он сейчас поймете к чему говорю вот он вот эти не разбираю вот он я много не стал знаете сколько догадываюсь нет больше больше полутора сотен больше полутора сотен я уже показывал это беседе когда вот такой гигантский список когда штамп где штамп смотрите справа перевернули ловкость рук где теперь штамп это он же нет смотрите вот еще сотня и там пол сотни еще добавить а потом еще 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 истины нету смотрим дальше сейчас мы с вами идем святая святых их мошенничество а но я еще покажу вот это свежий снимок да видите то есть это в моем саду любая вот вот так взял лишь бы только низа не было видно вот колонна вот колонна то есть уже можно было бы да вот примеру так вот а а мы сейчас а вот она как это молодое дерево уже лысый как колонна то вот и никогда здесь на штампе основном бронье не будет не то что 5 8 кг даже одной ягодки не будет ладно сейчас я объясню остальное обману сейчас поймете насколько важно и мы уже хотя бы от этой темы отойдем меня говорят все это самое как будто людей это понимает смотрите вот это вот я набрал фото груши колонна видно так обратите внимание что я делаю внимательно я нажал так узнаете вот она красавица но тут дело в общем опять показывать смотрите опять не видно что это ветка ветка так ладно здесь она уже чижовская называется ну да она уже чижовская потом вспоминаем так потом еще варианты когда вырежет кусочек и еще десятки в общей сложности счет пошел на сотки я сейчас о другом ну это по крайней мере натурально так ведь теперь будем смотреть почему я так сделал я наконец нашел фотографию где видно сто процентов что это ветка что это ветка слава богу теперь мне никто обвинит что я мошенник вот но я же не называл никогда холновидно это просто одна из сотен моих не самая яркая это у меня еще круче фотография вот они даже не знаю кто умный вот так отрежут а кто есть еще варианты вообще без этого без этого самого без тамба вот и все ловкость урок а теперь я вам покажу массовое массовое мошенничество внимание вот эта фотография она тоже ну пусть вступает где-то штук пятьдесят ну а почему да вот пожалуйста вот те самые пять восемь килограмм вот обещано смотрите центрального самбо нет ветки наклонная если это было не нарисовано подчеркивание нарисовано она бы разорвала бы ее пополам сто процентов с таким весом она бы никогда на такой тоненький веточка не удержалась никогда невозможно тем более тут нет ни колев ни подвязки ничего я не держит вот это нарисовано смотрим сейчас я вам покажу то чего не видит никто на всей планете кроме меня понимаете наклоненная ветка обыкновенная помните я вам показывал это там покруче 10 раз мы потом с вами будем еще не раз ходить по моему саду уже они созревают там ужас там не урожай там подходить страшно куда я уже говорю Юля Юлечка может поторгуешь на рынке все таки деньги да на рынке то их полно весной будет осенью но они же не вкусные такие как у меня на рынке нет что было по угробили деревьев как угробили обрезками и штамп у него самый слабый деревья гибнут вот обыкновенный этот смотрим дальше я уже до конца эту тему чтобы уже долгое время к ней не возвращаться что мы видим правильно это обыкновенная ветка вот и тут их 3 4 5 6 7 8 9 опять 9 штук и кто сказал что дальше будет никто не сказал вот аж 5 штук вот ладно у меня есть еще покруче это тоже самое обыкновенное эти а сейчас смеяться будете тоже смешно тоже смешно вот это вот предел 3 штучки другой год может быть 5 и на этом все Володя я вебинар провожу алё хорошо спасибо так вот три штуки хвастаться этим и покупать саженцы чтобы такие урожаи были а сейчас смейте держитесь одна из самых популярных фотографий вот очень талантливый этот но у него терпения хватило вот начинает открывать секреты вот три штуки смотрите внимательно вот эти поворачиваем 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 их они нет вот смотрите они еще ниже смотрите и что получается для того чтобы создать колонну виртуально нарисованную они просто взяли внимание вот раз два три четыре раз два три четыре то есть вот эти вот взяли вот настолько развернули вот поздравляю талантливый этот но все равно мозгов не хватило как-то бы это чистое мошенническое произведение для того чтобы люди скажут ой как у меня будет раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать или двенадцать плодов и это так много вместо одиннадцать двадцать видите вот на одной палке и главное мозгов не хватило хотя бы это ну лень было поискать вот так вот это еще не все я так в этом смотрите вот эта фотография кажется что вот наконец-то достигли максимума вот они настоящие колонны вот они смотрите какие урожайся во первых для меня это не урожай для меня это позор настоящий если разобрать палку отдельности они все привязаны обратите внимание вы видите что они это привязаны к этим полям так второе они наклоненные раз наклоненные то теперь это обыкновенная ветка боковая вот посмотрите они дают центральную ветку вот видите вот они вот они вот они центральная ветка вот теперь эта ветка год-два прекращает плодоносить потом вот эти ветки которые центральные дадутся еще побеги а это просто хитро заключается в том что если дерево наклонить его можно выдать за колонну на самом деле это никакая не колонна это обыкновенная с искусственной формой боковая ветка вот используется что принцип тагарноцкая лодочка ну вот это две вот веточки вот принцип тагарноцкая лодочка то есть наклонил больше урожая но это временное явление когда-то всю страну на уши поставили с этой лодочкой люди давать деревья конечно до сих пор просить не могу этого превышательного хозяйства вот это слово мы так еще один вариант это все тот же мы снимаем красиво сделали да хорошо вот семена здесь слово сибири для сибири наверное семена сибири есть такой вот теперь естественно что и почему этот снимок если вы загляните на этот сайт вам будут доказывать что это все выращено в на самом деле у них нет ни одной это ни одной колонны то есть подсунуто это будет не то ну и наконец смотрите казалось бы замечательно ну попробуйте сходу ведь каждый заметит нет что они все одинаковые нет что берут сайт что вот эти три одинаковые вот они три и вот эти три повторяются поздравляю вот это ученица все я увольняюсь с завтрашнего дня вы занимаетесь победами идет? надо тренироваться но я думаю когда-нибудь это произойдет то есть смотрите внимательно вот видите что значит моя ученица это берется вот так да вот чуть-чуть ловкость рук вот эта ветчика вот она и вот она это она же да вот верхушечки совпадают смотрите на этот побег но он слева а этот справа а этот справа в общем ловкость рук и теперь о чудо а заметьте основание горшка такое что он сто процентов упадет это как эквилибристика это как канатоходец примерно вот когда ведро яблок висит на таком основании а главное природе этого дерева не существует нарисовано сто процентов вот они три вот они три вот они три вот чудеса вот так вот а это ведь купят что обидно ну это уже шедевр 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 ой 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 ну все согласны а хе 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 ой не могу ой не могу ну приглядитесь тоже самый принцип вот а здесь хе 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 фотошип написано фруктовый сад вот еще и вот смотрите какое вранье видели раз ниже второй кусочек третий нарисовали этот над этим над этим все три одинаково этот уже повторялся на другом снимке на другом сайте нарисованная трава и нарисованное небо хватит издеваться над мошенниками вот ну еще по вашему это вот то есть я здесь не обнаружил ни одного феноменального симка что действительно это вот ладно все все ладно вот я эту тему раскрыл идем дальше возвращаемся ко мне сюда интересный способ и дело в том что меня поразило это я перешел на другую тему маленькие яркие птички строят свои гнезда вот короче нужно самец занимается созданием гнезда прокалывая дырочки при помощи костистых лапок используя клюв как швейную иглу сшивает листья между собой дальше не буду я потрясен этого невозможно быть вот чтобы как как по дарвину допустим птичка подрастает да гнездо вьет мы и так говорим птица вьет гнездо но чтобы она занималась таким рукоделием и сама дошла вот она не знает еще что может быть но и хочется вьет на гнездо да и для этого подручен материал но как можно с помощью дарвина когда идет постепенная так называемая эволюция не революция эволюция а здесь революция вот еще мама папа не знали что такое шивание как она случайно может шить проколола а потом случайно взяла ниточку продернула и закрепилась сознание у ее птенцов но не может быть это один просто я еще говорю мы же в удивительном мире этот мир создан каким-то генетическим способом да но таким волшебным что само оно по себе произойти не может существует какое-то внешнее управление этим миром вот их да у них заложено это генетики но кто научил поняли к чему кстати отец Алексий спасибо вам вы меня один из многих поздравили и вы мне написали многое лето Валерий Константинович спасибо вам за это вот я не забыл что мы с вами общались вот я надеюсь у вас сад получился вот и так уж получилось что меня больше всего именно вот это за слова многое лето вот за это я запомнил и когда я не выдержал друг приходит ко мне вот это вот мол как обычно прокомментируете я прокомментирую это божественное создание вот так вот это вот мы завтра Иван Александрович если все будет нормально мы походим по новому участку который создан был после 2015 года так здесь уже взрослые а здесь посередине это длинный ряд это саженцы жереза как бы питомник который поглощается уже маточным садом вот это все он уже сказал выброшу я сказал весной давай я привью он говорит ну это получается что сильно толстые а я говорю я умею толстые прививать по два буду вставлять короче не могу дать пропасть тут доброе сто или двести диких груш которые вытесняются вот этими вот а там дальше уже такие деревья здоровенные что Иван Александрович станет когда у вас не будет видно вот это мы с вами обойдем прокомментируем вот теперь вот это интереснейшая тема я перехожу а почему потому что я не виноват вот это мой земляк с Украины пишет большое спасибо за ваш труд опыт знания все что вы учите я уже реально вижу на собственном этом вы на своем месте на одном из последних вебинаров зацепила тема рамок много чего есть в ютубе у вас есть какая-то информация по поводу маятника прошло несколько дней на пять про маятник тогда я думаю ладно осветю да я умею и знаю что это такое так тема маятника касается всех из нас если после этого специалистов по маятникам прибавится я наверное один на миллион не вуще вот то это все пригодится любому из вас сейчас я вам объясню в начале немножко как это называется немножко ну чуть ли не фантастики ну потому что это вот дано наводку всяким проходимцам в лучшем случае экстрасенсам так тема это а на самом деле здесь простая инженерная задача которую мы спустим с неба на землю и вам это пригодится после моего объяснения давайте вспомним что вы уже знаете что такое биополе вот вы знаете работу рамками вот взяли человека то есть если все работа на земле так нахождение где патогенных зон где поставить кровать где построить дом это мы с вами худо-бедно проходили так вот а есть тема часть ее потому что я сейчас объясню почему я не разу не упомянул майки вот потому что мне руки опустили отбили мне руки сейчас объясню как работа с вайдиком очень нужна полезна она помогает ставить диагнозы и людям и деревьям и так далее но еще раз говорю отдано нотку мошенникам фактически потому что любой из них он запутает голову сейчас мы перейдем так сразу скажу когда вы работаете допустим рамками вот они кстати рамки вот они вот я специально сделал толстые чтобы видно было что любой любая любая эта самая похожая на это рамки работает в руках почти любого человека рядом сидит на самом деле которая имеет биополе 3 метра на тот момент когда мы мерили и 5 метров после того когда я учил поле повышать может это было помнишь ладно вот когда мы вот так вот подходим к человеку рамки раздвигаются есть исключения но мы сейчас не будем кстати они уже у меня работают у меня окружили посмотрите что они делают ну ё-моё вот вот так ну-ка пересечь с 3 метра ладно шучу так вот когда человек подходит сразу с земли нет и так с неба на землю опускаем подходим к рамкам человека если у него есть метр 2-3 даже полметра рамки раздвигаются это значит что они уперлись в первое биополе почему рамки так работают объясняю по простому по с точки зрения физики перед вами сидит вольтметр рамки стрелки вольтметра вот подхожу рамки на работу то есть все проще еще раз по железному вот это движение рамок я надеюсь меня видно движение рамок означает возникновение электродвижущей силы так движение проводника в электромагнитном поле в электромагнитном поле особое про это уже сегодня не будем теперь переход к маятнику то же самое вот та же самая мистика мы сейчас опять упростим да нельзя вот когда замазишь интернет делаются вот такие красивые вещи в принципе правдиво считаем количество чакр 1 2 3 4 5 6 и вон она в макушке 7 все верно проверено мин нету то есть как это все вот но придает пластическое значение обязательно вот эти самые поди разберись да я выбрал снимок попроще вот он видите попроще снимок опять 1 2 3 4 5 6 7 макушка лоб так это как там называется там где у нас это железа вот это вот железа ну понятно вам понятно щитовичка да потом сердечная чакра вот это чуть больше попка чуть ниже попка а это я уже стесняюсь назвать половая чакра почему нормальное название все это верно есть слушайте дальше переходим со службы простого я выбрал 2 снимка так почему я это делаю объясняю как получилось у меня вот сейчас переходим к этому смотрите вот это вот элементарный простейший маятник когда то я выписал когда заинтересовался рекламой якобы вот здесь здесь секрести материал я выписал на леске подвесил и он у меня действительно работал как часы вот реакция была капитальная потом миссия кончилась тем что я потерял в москве еще когда семинар проводил а мне что оставалось сделать первый попавшийся гайку работает точно так значит смотрите я показываю Александру она как бы вас представляет потому что потом будет разъяснение обычное земное без всякой мистики вот смотрите если я вот так вот делаю да только бы на вас не реагировало сильно близко сидите ну вот когда никого нет я показываю это самое на как сказать ну что вы представляете людей вашими глазами так а теперь смотрите сюда одна из немногих вещей я имею ввиду этот как это называется телефон да одна из многих вещей телефоны у них такое же практически излучение длинноволны как и у нас да настолько они опасны я не знаю можно ли под несопуху заряжаться от этого самого от телефона но скорее всего вред всего же видели да вот а сейчас перейдем к диагностике человека но как вначале получилось так что когда мне задают вопросы там будет вопрос стоять шире было был момент когда мне такой вопрос тоже задали недавно а у меня было два фильма с вашим участием мы в саду мерили да и а я сейчас найти не могу у меня же там уже с полтыщи фильмов а кто-то подсветился и пока вопрос был задан ну это было 10 юбинаров назад там где вопрос ответы тут же кто-то из наших взял и эти два ролика про нас с вами выставил вот а про это роликов не было и получилось однажды фамилии не называю вот мой друг который прекрасные компьютерские прекрасные видеоблоги и так далее вот он с ним работал и с его жена жена полицейская почти что корневой красоты вот и получилось так что мы договорились и мы сняли великолепный фильм про то что мне не пришлось вопрос сейчас бы скинул об этом сняли мы фильм она в купальнике она вот так лежит я ее полностью обследовал я ей сказал почему где у нее проблемы она мне заранее не говорила проблемы оказались у нее вот здесь вот ну назовем это загривок грубое слово вот потом это один момент потом я сделал массаж загривка у нее сразу заработал так он не работал сразу заработал вот так за это временное явление как бы подлечил потом я ее научил по методу тут больше всего подходит тибетское упражнение главное чтобы все они вспоминайте были вращательные потом я померил ее там же в комнате биополе действительно увеличилось человека подлечили вот месяц люди смотрели ну сколько человек 500 или 1000 видео после чего она дала команду мужу она имеет это право и ролик был уничтожен все вот и теперь мне надо объяснять по-новому а по-новому это что значит вот лежит человек смотрите внимательно у него есть эти семь чакр но и самое главное это теория из теории вот она теория теперь практика вот так же я начинаю мерить тут 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 где-то рамки эти маятник замирает вот где-то он бешено вращается вот это может быть половая чакра спать или наоборот бешеная быть и так в любом месте можно ставить предварительный диагноз это раз теперь самое главное смотрите я нашел великолепный снимок сам не ожидал так вот имеет ли практическое значение во-первых я определил почему есть что это не шутки почему есть связь между вот той мистикой и вот и нормальным этим самым состоянием организма и так по молодости все это работает вот этот не вот эти мозги которые вот здесь полушария а именно мозговое вещество которое находится именно в спинном мозге каждый отвечает за что-то кто за желудок что за сердце кто за легкие все отвечает потом какой-то момент случается чисто еще раз никакой мистики с этими чакрами и прочее вот никакой мистики снашиваются позвонки вот между позвонками находится то за что отвечает вот за это все так вот сейчас да пожалуй все кто-то за это отвечает и что происходит позвонки сносятся вдруг боль между двумя позвонками проходят и это называют электрические провода вот когда снашиваются позвонки вы почувствовали боль значит электрические провода пережала сигнал или исчезает а именно это участок работы сердца голодка печени поджелудочный почек управляет действительно все таки есть это научная система так все таки есть и вот он нарушен и получается все что-то болит как происходит лечение чаще всего обезболивание обезболивание это сами знаете это когда поступает дополнительное дополнительное сюда вместе с кровью то что помогает снять болевое ощущение как правило это наркотик который бывает в организме или то самое вещество которое мы называем обезболивающие таблетки и так далее при этом боли очень ходят а так как остается пережата это цена прямохождения цена за прямохождение так как остается проблема желудок печень почки продолжают гнить выходить из себя потому что на самом деле боли нет а причина осталась это цена за прямохождение на нашей исторической родине было это всего тяжести полтора раза меньше вот и мы сегодня не летали на исторической родине говорю вот упомянуть райский сад вот там он и был вот я не шучу а здесь цена прямохождения мы попали невероятно тяжелейшие условия это как как пытка как наказание что мы не можем нормально ходить даже 30-40 годам у нас больная спина и все это начинает болеть потому что пока передавливаются вот эти места из-за того что снашивается позвоночник это сжимается вот наш рост даже уменьшается мы это имеем проблемы вот но вот это вот мы можем чего-то уже добиться по крайней мере ставить предварительный диагноз вот так вот еще раз я уже пропускаю это потому что этот самый нет фотографии не убирают не убирают вот но еще раз это позор для крупнейшего питомника раз мои фотографии а их там знаете сколько вот 6 фотографий слив яблоня фото абрикосов фото вишни вот получается 7,8,9 они так убрали логотипы то есть здесь уже не написано что это уральский этот сад сады Урала по-английски но тем не менее мои эти остаки остались вот я к тому говорю что не хотите убрать мои фотографии обманывайте людей нет у вас этих роскошных сортов вот вы обманывайте людей я прошу вас ребята хоть кто-нибудь позвоните а потом напишите у нас можете прямо зафиксировать голос вот откуда дровишки получается да мне 70 лет а я все мои достижения то что у меня сотни питомников наворвали фотографии ну ладно там эти самые проходим саду сады Урала сады Урал советская фирма так вопрос был так звучит яблони в Сибири а почему яблоню не бросают несозревшие плоды это мне вопрос задали я я ответил вот так так кстати час прошел да можно делать маленький порыв да я думаю ну давайте маленький порыв пойдем на кухню подогреть чтобы вам не уставать тоже давайте сбегайте на кухню налейте чаю и дальше продолжим вот вот такие дела так берем наши кружки а вот эти я не показывал все ну ладно потом покажу